Добрый день, коллеги. В первую очередь хотел бы поблагодарить за возможность выступить. В отношении зелёных облигаций я бы на самом деле тему немножко, с вашего позволения, расширил бы. Мы все говорим относительно необходимости инвестирования в сферу ТКО. И в настоящий момент явно понимаем, что не бюджетные инвестиции, не только бюджетные инвестиции не могут в этом отношении сформировать всю инфраструктуру, достаточную и необходимую для того, чтобы эта отрасль начала работать эффективно. По разным оценкам объём инвестиций, который необходим в эту отрасль, оценивается от 200 до 300 с лишним миллиардов рублей. В настоящий момент мы можем сказать, что по предварительным оценкам в отрасль привлечено около 20 миллиардов рублей, что на самом деле составляет, конечно, критически небольшую сумму. Мы действительно в настоящее время видим неиздерживающие факторы, которые не позволяют инвесторам достаточно свободно приходить в ТКО и развивать инфраструктуру, естественно, предполагая, что такого рода инвестиции носят средний и долгосрочный характер. Среди таких проблем в настоящий момент можно было бы обозначить как проблемы необходимой доработки нормативно-правовой базы, так и проблемы, связанные с состоянием, собственно, самой отрасли, самого рынка. В частности, мы, например, видим, что в настоящий момент достаточно невысокая платежная дисциплина приводит к существенным недосборам самих операторов. Также видим в этом отношении, что нормативы накопления достаточно существенно, во-первых, отличаются, во-вторых, в принципе, посчитаны пока опытным путем. Мы очень рассчитываем, что по результатам первого года они смогут быть учтены. Ну и самое главное для инвестора, конечно, очень волнующим является тот факт, что тарифы в настоящий момент являются предметом, в том числе и политического обсуждения, который приводит к тому, что они непостоянны даже в пределах достаточно короткого промежутка времени. Мы видим прецеденты, когда они меняются в течение года несколько раз. Несомненно, существует также еще определенное сопротивление тех старых игроков, которые не захотели в этом отношении участвовать в перестроенной реформированной системе обращения с ТКО, которые также не добавляют устойчивости. Все это приводит к определенной нервозности инвесторов в плане средних и долгосрочных инвестиций, которую ППК совместно с Министерством природных ресурсов намерено в настоящий момент, и с другими участниками в лице имени экономоразвития и Министерства промышленности и торговли намерено исправить. По нашему мнению, как раз создание федеральной территориальной схемы, где мы в этом отношении учтем как образователей отходов, так и все инфраструктурные элементы, уже созданные, либо подлежащие созданию, приведет на самом деле к более понятной картинке для инвесторов в отношении того, куда и как можно было бы инвестировать. Мы действительно, говоря о теме непосредственного доклада, предполагаем, что те, кто инвестирует через зеленые облигации, могут в этом отношении рассчитывать на определенные, и должны рассчитывать на определенные бенефиции, о чем сегодня уже говорили, ну, в частности, может быть, им предоставляют, мы можем, дополнительные налоговые преференции. Мы также говорим относительно того, что определенные высокостоимостные, капиталоемкие, объекты инфраструктуры, мы можем предусмотреть государственную поддержку, которая бы в этом отношении предоставила либо дешевые деньги, либо возможность софинансирования со стороны государства в указанные объекты, при безусловном соблюдении принципа возвратности тех государственных инвестиций, которые собираются быть произведены в указанную отрасль. И, наконец, мы считаем, что достаточно активное общественное обсуждение и контроль над сферой, в том числе зеленых облигаций, по аналогии, например, с зарубежным опытом, о котором сегодня, я так понимаю, кратко было уже отмечено, приведет к возрастанию как авторитета указанного инструмента инвестирования, так и повысит надежность этого инструмента в глазах инвесторов, что, несомненно, должно отразиться на кратном повышении объема обращения подобного рода финансовых инструментов. Но в настоящий момент мы говорим о том, что у нас несколько миллиардов привлечено через облигационные займы. Естественно, ориентиры в этом отношении у нас достаточно амбициозные. Мы намерены повысить его не просто многократно, а десятикратно для того, чтобы заместить недостающий объем инвестиций. Еще раз спасибо. На этом, наверное, все.